Несколько лет назад жители Якутии возмутил видеоролик с кадрами загрязнения реки Лены. Кадры, где молодой моряк выливает топливные отходы в реку, вызвал в свое время серьезный резонанс. Спустя время на днях этот случай вновь о себе напомнил. В этой связи Министерство охраны природы раскрыло подробности результатов этого расследования. Какое наказание тогда выписали нарушителю и как сегодня в целом обстоят дела с загрязнением якутских водоемов, выяснял наш корреспондент Юрий Осипов. Сам бы я, конечно, в Волгу, нашу великую матушку Волгу, никогда бы этого не сделал. Но в эту Лену странно, когда мне уже воздействуют с комком в городе, я сделаю это с удовольствием. Возмутительный случай произошел в октябре 2011-го, но расследование по нему было проведено по прошествии полугода, после того, как это видео получило широкую огласку. Как позже выяснилось, главное действующее лицо – курсант Государственного морского университета, проходивший здесь практику. За это правонарушение сам непосредственный виновник был отчислен из учебного заведения. Как показывает практика, случаи загрязнения не всегда локальны и не всегда намерены. Так, в 2006 году разлив нефтепродуктов произошел в Ленском районе. Компанией «Лена-нефтегаз» были загрязнены реки Лена и Пеледуй. Этот случай не единственный. Были случаи в Булумском районе, в поселке Тикси, в 2009 году тоже разлив нефти был. В 2008 по Индегирке, село Ухану, тоже разлив нефтепродуктов, нефтебазы. Одним из последних случаев загрязнения водоема можно выделить утечку авиатоплива в поселке Жатай. Из разошедшегося сварного шва в трубопроводе на поверхность безымянного озера попало порядка 230 килограмм авиатоплива. Компания-виновник – аэропорт ГСМ-сервис. Она была оштрафована на 30 тысяч рублей. Ликвидацией последствий должна заняться сама компания. Они песком еще отсыпали, как сорбента. Ну вот, то есть они должны убрать и песок, и лед, и сдать это специализированное предприятие. У них заключен договор. По словам специалистов, урона природе удалось избежать. Благодаря тому, что озеро покрыто слоем льда, последствия утечки можно устранить без вреда для водоема. Результаты последних исследований смогли выявить самые загрязненные водоемы Якутии. К ним относятся Лена, Алдан, Вилюй, Яна, Индигирка, Колыма, Анабар и Оленек. По комплексу основных загрязняющих веществ водные объекты территории республики в основном относятся к разряду загрязненных. Некоторые водные объекты и участки водотоков, расположенные вблизи городов и населенных пунктов, а также на территориях промышленной деятельности человека, можно отнести к категории «очень загрязненные». Как уточнили специалисты, показатели Якутии не худшие в стране. В республике нет экстремально загрязненных объектов. В большинстве воду из местных подоемов все еще можно употреблять в пищу Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова